здравствуйте на портал экзегет поступил вопрос как избежать ежедневной работы ведь человек создан для удовольствий ну вот такой в общем одновременно и странный и законный вопрос потому что в общем действительно когда ты ежедневно трудишься возникает желание побольше отдыхать но давайте подумаем откуда вообще взялась ежедневная работа и надо ли ее вообще избегать но во-первых вспомним что когда наши прародители были изгнаны из рая адам за свое преступление получил следующие наказания вот как об этом говорит священное писание это 3 глава 17 стих и дальше адам уже сказал за то что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа от которого я заповедовал тебе сказав не ешь от него проклята земля за тебя и далее в поте лица твоего будешь есть хлеб твой доколе не возвратишься в землю из который ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься по-славянски земля и си в землю от идише то есть мы видим что заповедь труда и того что мы должны есть хлеб свой в поте лица она дана богом нашим прародителем при изгнании их из рая при этом кто-то может сказать но это ветхий завет это времена дохристианские но уже в виде заповеди фактически эти слова немножко перефразировано были повторены апостолом павлом во втором послании к фессалоникийцам апостол сказал когда мы были у вас то завещали вам сие если кто не хочет трудиться то ты не ешь знаменито известная нам еще по советским временам даже когда мы библии не знали слова кто не работает тот не ест вот то есть на самом деле это не какие-то не какое-то советское высказывание это прямое прямые слова апостола павла сказанным фессалоникийской церкви еще две тысячи лет тому назад и сам апостол павел для себя считал обязательным ежедневно трудиться напомню что он был изготовителем палаток почему эта заповедь так важно почему нам важно постоянно трудиться почему нормой для нас должен быть труд а не праздность а праздность точнее отдых и даже лучше не простая праздность а смена видов деятельности является такой важной для христианина дело в том что когда мы трудимся то мы преодолеваем то что уже достаточно поздние времена в девятнадцатом веке философии было названо словом отчуждение когда человек не видит связи между тем что он имеет и между тем откуда что берется примерно как современный школьник если вы спросите откуда берется электричество скажет из розетки откуда берется мясо на тарелке или даже огурец скажет из магазина то есть когда у человека теряется связь между тем еще раз хочу сказать что он имеет что он получает что он потребляет и тем откуда это берется а это очень важная связь я сейчас приведу один из своих любимых примеров причем не из христианской а из китайской философии есть один интересный такой исторический случай описанной относящийся к китайскому философу лао цзы однажды когда он был молод он шел по одной из пыльных дорог китая и встретил там точнее не встретила увидел старика который работал на своем поле спускался в яму с водой по скользким ступенькам набирал в бурдюк воды потом поднимался спотыкаясь по этим ступенькам и выливал воду на огород лао цзы сказал ему отец давай я упрощу твою жизнь давай я вот скопаем две палки одну поперек привяжем бурдюк на веревку будем поднимать воду с помощью этой самой веревки бурдюка тебе надо будет ходить и спускаться в эту яму на что этот старик сказал будет юноша неужели ты думаешь что я не знаю как устроен колодец типа журавль вот но это же механизм а человек использующий механизмы сам становится как механизм и теряет уверенность в побуждениях собственного духа здесь ключевым является конечно не лао цзы и не механизм а вот этой самой уверенность в побуждениях собственного духа я на своем опыте на опыте многих других людей занимающихся например умственным трудом могу сказать что уверенность в побуждениях собственного духа возвращается когда ты начинаешь что-то делать реально физически своими руками копать огород сверлить дырку в стене чтобы повесить там какую-нибудь полочку когда в мышцах появляется боль когда пыль летит в глаза когда тебя делать что-то приходится через физический труд через усилия возможно через боль тогда ты начинаешь понимать и ценить жизнь ценить те дары которые посылает тебе господь найти есть такая хорошая поговорка имеем не ценим потеряем плачем вот это тоже из этой же серии когда мы физически и не ежедневно знаем даже человек который долгое время там работал физически а потом вдруг перестал ему все равно очень важно и полезно снова взять в руки какой-то инструмент вот и поработать таким образом мы не случайно обладатели не только души и духа мы обладатели тела вот это тело в котором мы в этом мире живем она является важнейшим для нас сейчас и даже воскреснем мы тоже в теле и вот это тело оно должно трудиться оно должно знать что и откуда берется и какими трудами какими усилиями какими страданиями часто добываются те простейшие вещи которые как нам кажется очевидными как электричество из розетки или огурец в тарелке вот и поэтому ни в коем случае не старайтесь отказаться от физического труда даже если у вас есть такая возможность даже если у вас нет необходимости трудиться в поте лица своего чтобы есть хлеб свой это необходимо делать ну как вот для того чтобы остаться человеком для того чтобы не превратиться не в ангела а в некоего такого эльфа подобного существа который вообще не понимает как устроена эта жизнь